здравствуй зритель практически экран лицо сейчас будет обзор очередной еды из магнита я сначала думала буду экономить все неделю вообще раз близким родственникам посоветовалась а потом подумала ну чё я буду такая тут вся полудохла нагреты чё от покупки авокадо близко руд сын западе потеряешь много но если больше авокадо покупать а у меня в холодильнике еще два манго лежит и так куча стабильно всяких фруктов которые уже три месяца стабильно одни съедаются другими заменяются подобными ну там типа груши яблоки киви бананы эти самые иногда апельсины бывают сегодня вот мандарин купила и на и манго и еще что-то так хотелось тут перчик и думаю о чем я перчик у меня там считаю как раз борщ собиралась варить типа перчик у меня есть замороженный перчик из ашана думаю ну так покидаю тут думаю салат хочу с перчиком а купила себе перчик долго выбирала этот перчик у меня тут где-то даже есть чеку знаю что за перчик потому что я ой на бой случайно задела тут на балконе снимаю мы вчера но вообще не я мне человек помог спасибо человеку повесили занавесочку вот она обидно там ее в прошлом году у меня подружка вы выдала желание его ли эти сейчас помогу я тебя повешу за навесочку я грудам к крючочечки и вот такие петельки под эти крючочечки ой ничего нету ничего нету а чё я слепая я не видела как то я потом уже обнаружил что это дурында кверху ногами повесила дурында это я ее любят это для тех кто скажут а ты подруга обсыраешь ко мне тут как пытался подойти но в итоге он туда пошел короче я зашла магнит ездила я по делам и хотела еще в один магазин заехать на обратке но чё-то мне столько водителей попадалось лирических знаете такое ощущение будто они в лотерею свои права выиграли потому что я поворачиваю но забыл нажать на этот самый фару которая мигает показывает что я поворачиваю я выезжаю там где вообще-то выезжайте ну как-то религия должна запретить любая религия даже и теистическая еще какая-то смысле нельзя выезжать я как-то так еду что даже мамочка в декрете которая в самом плохом смысле слова вот эти я же мать это отдыхает потом не вот у меня и я знаю что женщина за рулем это вообще шикарно так же как в принципе есть среди мужчин дебилы за рулем так же как и среди женщин вот сегодня попалась то самое благодаря которой многие люди особенно мужики думают что у женщины за рулем это обезьяна с гранатой или что-то такое рядом с перекрестком смерти я вот так называю там в общем ментовская улица первомайска и вы проходит вот это вот забыла какие на типа кольцевая считается и такой как бы перекресток и там как бы по пешеходке ты можешь встать туда и провести здесь велико и провести его и ну тебя как бы пропустят ну или пешкодралом просто пройти если ты просто тупо пешеход а если вот как бы едешь ну и надо как бы ждать что люди проедут вот так и тут мы едем а я на нее ориентируя смотрю думаю машина суда на меня направляется думаю наверное она как бы если она едет значит ну можно и оттуда она проезжает и там буквально считая секунда как в нее не впиявилась машина которая как бы ехала сама по себе потому что она там принципе имеет право ехать я глянула думаю блин еще один идиот что ли за рулем ну думаю что там уже глянула там женщина в общем сегодня день каких-то феерических мне хочется сказать рогатых животных вот муж козы от которой я молоко беру ездя выдры вот таких вот феерических животных за рулем что я как-то не рискнула куда-то еще дальше ехать думаю блин мне еще как-то надо до дома добраться в итоге закатила велик куда мне надо и зашла в этот магаз сегодня второй общий обзор до сегодня по идее в принципе даже 3 2 обзор покупки и 3 вообще потому что на эту камеру снимала в червячка в своем огуречном раз ящички и сегодня еще мы не досмотрите огурчики думаю еще чуть-чуть у меня будут правда уходящего хочу меня начнут как раз огурец огуречеками быть как раз когда свалю отсюда на время но и я короче думаю сейчас вот зайду магаз после этого этот обзор я не знаю когда смонтирую а тут перед этим делала я смонтирую сегодня планирую в общем зашла в магаз у меня молоко козья приказала долго жить стала кефиром у меня я специально делала кипиши убрала в холодильник морозилку и думал потом делать творог посмотрев рецепт в интернете на еще где-то еще где-то оказалась одна я танкистка даже ближе не родственник знает про это видимо даже делал мандарин смотрела последний раз когда покупала мандарину где-то вот прошел прошло это мандариновое новогоднее время и мандарины стали кислые либо костлявые я как-то не рисковала больше покупать мне еще подружку на день рождения привела класс привет от своей мамы там килограмм мандаринов короче не были стабильно костлявые на меня он так смотрел мандарин такой оранжево-желтый куплю себе мандарин но поплююсь костями покислюсь если он кислый или там это салат его вы выдавлю если он совсем кислый типа как ремонт сейчас найдем мандарин и да я впервые у меня что-то в прошлый месяц мне еще когда мамина подруга тут в гостях была квартиру смотрела ну запоздавшая такое гости на новоселье прошлое воскресенье мы с ней потом еще гуляли она короче это что-то я а магниты короче были на была там карту у меня с собой не было у нее было пятерковская карта город у меня грубые баллы в прошлый месяц на углу в мае пришла думаю хотела ими платить а там вообще ничего нет ну типа они как бы списываются месяц живут мне больше ничего нет отца это тупо был какой-то глюк на магните магнитной вот этой системе этих карт баллов и у меня уже месяца полтора это приложение глючит то показывает то говорит ой извините ошибка сервера думаю блин у вас ошибка видимо у программиста в голове я хорошо отношусь к программистам но также как среди любой профессии людей встречаются и хреновые программисты у меня даже цитата есть там можно сказать в инфобоксе на контактовой основной страницам со страницами меня и канала которую стива ретника у кейта с кому не сделала просто блог зашла у него там что такая фраза была ну блин один в один вообще в тему короче я сегодня списала эти свои ну у меня там 20 баллов накопилось я думаю те куда-то 40 свалили думал хоть может получится списать у меня каться они восстановились и никуда не свалили просто вот из-за глюка это его приложение они не показывались в общем я сегодня покупку оплатила 63 рубля списалась с меня 63 63 балла и сама покупка мне в итоге вышла на 228 рублей но считайте короче почти 300 без чего-то там изначально бы была она но я попала еще на некоторые вещи на скидки была был продукт который мне хотелось другой страны думал омлин у меня столько шоколада черного еще это если уж совсем хочется шоколада с кофе то можно заварить кофе и закусывать его шоколадом туда эффект вот там уже я узнала шумерси которые мне тут задарили к чаю 2 шоколадки черное молочное молочное схомячить черное еще у меня есть я схомячила на конце очень хороший состав и сделано но в германии почему бабаевский редфронт или красный октябрь не может такой шоколад делать он намного лучше по составу чем тут же даже риттер спорт который тоже вроде как германии делают но в риттер спорте иногда встречается пальмовое масло и еще какая-то хрень а тут вообще ништяк меня такими шоколадками стабильно в гостях угощала моя близкая родственница ей дарили она не любит темный шоколад но из марципана у меня стабильно иногда даже выделялась типа вот это только ты можешь есть короче где у нас тут этот мандарин мандарины больше никак не называется в общем а тут вот цена со скидкой считается мандарин килограмм 133 рубля 10 копеек мне в итоге он вышел сам мандарин на 114 грамм и со скидкой 12 рублей 17 копеек есть у меня варенье всякое разное мной сделанное есть у меня мед нашего с нашей пасеки прошлого года даже прежде прошлого года я как-то забыла про него перетопила на место к стоит позапоза прошлого года и ничего ему не стало совсем чуть-чуть есть и потом есть у меня значит самопальные цукаты с апельсиновой шкурки есть у меня апельсиновый сахар это уже 5 получается есть у меня шоколадчики разные черные тоже 6 получается но не хватает мне чего-то я вот хотела конфеток немножко штучек 10 на я еще что-то так посмотрела конфетки не по скидке шли что-то 170 рублей за килограмм ну 17 рублей то 100 грамм короче одну пощупала такая мягкая думаю о надо кинула короче карлиночку пошла за пакетиком потом в пакетик положила эту еще докидала немножко конфеток коровка я уже сказала сколько она тут стоила но вообще она как ценить ну 1790 за 100 грамм 179 рублей за килограмм она вышла 168 грамм она и вышла мне все вместе со скидкой 24 рубля и 7 копеек а еще как я говорила что у меня молоко приказала долго жить а вот мне хочется или кофе с молоком делать как а уж и не буду делать делать все на кузе молоке какого или еще чего-нибудь там вот ну как-то в основном под кофе кофе разбонять но и вот этому животному сзади немножко дать потому что увидев у меня молоко он болтара тирать пока его не дашь до 4 мая сделано до 2 все-таки одеваю пальто до 6 это у нас ярмару продам молоко 500 грамм 2490 конца на стоит тут у нас 32 жирности и состав цельное молоко молоко без жирина обычно так такое стабильное классическое ярославское молоко вышло но мне со скидкой на 19 90 тише ты чё вообще тут прыгаешь вот сюда положим у меня эти все-таки паучки маленькие огуречные я из тепла не идут хоть их меньше стало короче вот у меня перчик который я так хотела сейчас мы узнаем что это перчик перец болгарский а концерт болгарский потому что я привыкла что эти перец болгарские где-то раза в два побольше они выглядели аромат у них такой был будто ну вот сами на какой-нибудь там ферме в сельском хозяйстве каком нибудь там сделали вырастили в теплице и вот уже свежий урожай продают я долго выбирала там во первых они все были какие-то покорежные по большей части но уже старенькие давно лежат тут один в принципе более-менее нормально но я была уверена что то просто перец потому что некоторые были по форме вот реально как тут из теплички круче перец болгарский 169 рублей 90 копеек за килограмм вышел на меня на 84 грамма и со скидкой вышел на 11 рублей 27 копеек он сделаю если не сегодня то завтра салатик у меня там борщик такой с чечевичкой я сейчас думаю пообедать хотя по времени уже где-то 6 вечера ну как то вот у меня пока тут каталась не получилось 4 маленьких помидорки такие уже брала не понравились томаты томаты сливки 149 рублей килограмм на 212 грамм у меня вышло и 24 рубля 59 копеек с учетом скидки скидка видать как-то так распространилась на все что-то такое там постучало что вот прибежал вот то что я так хотела но сейчас идет по скидке еще у меня баллами ушла она в общем сейчас она идет магните молочный шоколад идет 79 90 вот такой черный шоколад идет также по той же цене что и вот этот вот кое у нас тут кофе со сливками молочный шоколад кофе со сливками 100 грамм мне он обошелся в 53 90 а так он сейчас идет в магните по скидке 69 90 круче очень хороший составом зачитаю молочный шоколад кофе в скобочках 55 процентов с белым шоколадом 45 процентов любила шоколад я как-то не глянула ну ладно переживу состав сахару масло какао сливки сухие молоко сухое цельная какао чертая молоко сухое обезжиренная лактоза кофе натуральный жареный молотый пахта сухая эмульгатор соевый лицетин соль экстракт ванили у него кстати очень хорошая срок годности он еще год проживет обычно как бы магнитах но во всех этих сетевых магазинах бывают скидка вот через день через два через неделю но все сдохнет а тут иногда бывает все таки и скидка не потому что она помирает так не на было сметанку потому что вот молоко сдохло сметанки не было а борщик у меня есть я хочу сметанки думала в салат но я салат сейчас делаю исключительно с маслом льняным или иногда вот если не грец то с этим салат масло рикка мистер рикка подсолнечное с авокадо но основном с льняным маслом причем первые два раза делала сметана 20 процентов свежее молоко с проверенных ферм 4 мая сделано и до 3 0 6 но я уже как бы буду не здесь я надеюсь его за неделю эту сметанку делать где-то на нас домик деревня 34 рубля 30 копеек и мне ну по скидке вышло 26 рублей 30 копеек обычная сметанка я обычно беру простоквашины я даже не помню брала ли я такую когда-нибудь но простоквашины что-то не было мне надо было небольшую сметанку там была какая-то по скидке я глянула в нее срок годности буквально там через два дня заканчивается авокадо все что нам за счастье надо он уже такой видавший виды там еще более перезрел и лежал на тут еще как бы крепеньким местами но смысле нет риска того что разрежешь а внутри черный единственное сейчас вот такой привоз у них очень большая семечка там семечка занимает две трети вот это зернышко у меня два таких было я тут его разрезала позавчера делал короче салат 2 половинки позавчера разрезала вчера до вторую половинку додела и авокадо у нас идет где у нас этот авокадо то 279 идет авокадо за килограмм 192 грамма он вышел и с учетом скидки 41 57 нормально ну и что у нас тут еще осталось пакетик с последнего раза моего покупки что-то в магните и у нас огурчик тут до этого я покупала огурчик я по-моему даже обозревала этот обзор еды может быть он у меня на камере даже еще не скинут в монтаж на этот на ноут и там был огурчик такой для окровки он что-то 34 с чем-то стоил сегодня смотрю он уже 19 но цена есть огурчика нет и я купила уже просто вот такие вот там судьев такой был тут просто на разрез такие огурчики где-то у нас огурчик огурцы пупырчатые 125 рублей 50 копеек за килограмм вышел он у меня на 140 грамм и со скидкой он у меня вышел на четырнадцать на 14 рублей 57 копеек в общем вот такой обзор у меня еды чем можно это что пока сложить туда потому что пойду на кухню я там горень такая посуда ну сначала я думаю покушать на голодной же воду горень посуды быть как-то ну совсем не как я сейчас еще немного посмотри с вчерашнего дня не помню название вообще и что-то такое гетбекерс или что-то такое может быть так и называется но переводе там на русский не помню перевод русский или просто упоминается этот гетбекерс я думала там 12 серий там сроки ветерей 24 минуты соответственно каждая и там два чувака которая типа мы найдем любую вещь все что там потерялась равно ее найдем чтобы нам это не стоило и типа вот я знаю может ехалтурку найдем на голодные типа вот у меня как это ты так можешь у меня типа такая гордость гордость за гордость сыт не будешь типа на голодные желудок плохо думается вот на голодный желудок типа плохо работает я думаю что они то что у меня голодный желудок я наверно еще пока не очень поняла хочу есть или нет в общем надо сначала по кушать а потом посуду помыть тому же у меня есть еще одна чистая поварушка это чистая тарелка глубоко это глянула что думаю если нету пойду сначала посуду помою если есть то есть ну конечно может кто-то скажет что типа а ты посуду не моешь вовремя но думаю не я одна вовремя ее не моет иногда бывает такое что совершенно тупо лень всем спасибо за просмотр у меня хорошее настроение и вам желаю всем хорошего настроения всем пока и нормальных адекватных водителей на дорогах